сегодня я расскажу про расследование международное расследование налоговых и международные финансовые и налоговые расследования в основном я буду касаться юрисдикции великобритания и после этого расскажу вам несколько своих кейсов которые у меня были в моей практике начиная за последние четыре года наиболее интересные наиболее интересные кейсы значит прежде всего стоит дать классификацию способы виды расследования которые как правило которые как правило ведутся на HMRC налоговой службы великобритании или национальном криминальном бюро великобритании это прежде всего налоговые расследования когда у регуляторов или фискальных органов возникают вопросы о легальности происхождения средств налогоплательщиков которые приобрели тот или иной актив на территории великобритании будь то дорогая недвижимость или дорогой автомобиль и и так далее также второй тип расследования это расследование связанные с подозрением в отмывании денежных средств третий тип расследований это расследование связанные с предоставлением ложных документов в частности для частности для комплайнс служб различных банков когда у них есть сомнения в том что по документы предоставлены надлежащие документы предоставлены они соответственно делают специальный специальный запрос в национальную криминальную службу которая на основании этого запроса начинает расследовать дополнительно я упомяну об так называемом unexplained wealth order приказ о необъяснимом богатстве который сейчас довольно много шума поднял за последние пару лет великобритании плюс два отдельных скажем так пункта это расследование связанной с взяточничеством с коррупцией чаще всего они инициируются в адрес людей которые ранее были так называемые политикой и exposed persons либо люди которые занимали определенные должности правительственные государственные либо близкие к ним люди члены семьи а также родственники в том числе дальние родственники и последний интересный но довольно редкий вид расследования это расследование связанные с манипуляцией на рынке это как использование циандерской информации при трейдинге фронт раннинг ну и так далее это довольно нишевая вещь у нас было буквально два кейса у меня было связано с манипуляциями надежды значит для начала я расскажу откуда в принципе налоговая служба великобритании берет информацию о налогоплательщиках и на основании чего налоговая служба начинает свои расследования прежде всего нужно сказать о так называемой системе connect это довольно большая крупная аналитическая база в которой работают порядка 150 аналитиков это база она собирает всю информацию всю возможную публично доступную информацию из таких источников как фейсбук инстаграм линкдин twitter ebay зупла райтму и все остальные сайты где так или иначе можно понять и получить и проанализировать информацию что например этот человек он ведет определенный образ жизни этот человек продал объект недвижимости этот человек приобрел ту или иную машину все что собирается в публичном доступе в интернете она анализируется аналитиками британской налоговой службы соответственно отношении британских налогоплательщиков а также у них есть полный доступ к оборотам по кредитным картам и дебетовым картам сколько тот или иное лицо потратила используя свою кредитную карту у них есть полный доступ к land registry реестру собственников недвижимости полный доступ к department work and pensions кто находится на бенефитах кто получает посуды по безработице также полный доступ к dvla это реестр владельцев автотранспортных средств и соответственно когда они видят в этой системе что напротив какого-то налогоплательщик есть информация которая явно противоречит друг другу что человек например приобрел дом стоимостью в три с половиной миллиона фунтов но при этом на протяжении последних десяти лет подавал налоговой декларации где указывал что доход составлял 20 тысяч фунтов в год а то есть когда происходят такие несостыковки начинаются налоговая служба начинает расследование в отношении данных налогоплательщиков второй довольно частый источник второй довольно частый источник расследований это так называемые suspicious activity reports это отчет о подозрительной активности эти отчеты обязаны по текущему законодательству подавать банкиры также бухгалтера и финансовые или налоговые советники по статистике 95 процентов всех подобных отчетов о подозрительной активности выдаются отправляются финансовыми учреждениями плюс банк когда банка есть сомнения в том что клиент действительно получил эти деньги оттуда откуда он заявил и что он заплатил налоги на эти средства и что эти средства чистые и не происходит какой-то незаконной деятельности остальные 6 остальные 5 процентов всех подобных отчетов подозрительных действиях примерно делятся пополам между бухгалтерами и налоговыми советниками поэтому спрашивать вашего бухгалтера или налогового советника что я получил от кого-то там сколько-то денег и вот расскажите мне как мне теперь не заплатить налоги это очень глупо сегодняшний день это уголовная ответственность на бухгалтера или налогового советника который не сообщил том что его клиент спросил как ему уйти от уплаты налогов то же самое касается банков это уголовная ответственность если банкир не сообщил зная что есть определенные подозрения в среднем после отправки подобного отчета подозрительной активности время ответа от национальное криминальное агентство великобритании порядка пяти дней они рассматривают заявку в течение пяти дней через пять дней они принимают решение либо они работают по этой заявке либо они не работают третий наиболее частый способ источник информации для начала налоговых расследований как ни странно это завистники бывшие коллеги бывшие супруги и соседи я говорю это не случайно это действительно статистика а бывшие коллеги супруги и соседи это три наиболее частых источников на основании которых скажем так на основании доносов этих лиц налоговой службы начинают свое расследование причем надо понимать что в эти россии есть система где в логовой службе есть система где они делятся комиссией за такие доносы в случае если данный донос имел успех то есть человек который сообщил что у соседа есть какие-то не задекларированные источники в случае если это действительно кажется правдой человек который существует данный донос данный репорт получать комиссию остальные источники это всем известный я думаю уже автоматический обмен информации который на сегодняшний день открывает порядка 140 стран насколько я помню постоянные новые страны присоединяются к этому автоматическому обмену он работает довольно просто как он работает вы являясь новым президентом например великобритании открываете банковский счет в испании при открытии банковского счета испании вы заявляете о том что вы проживаете великобритании ваш адрес соответственно испанский банк отправляет данные данные по остаткам вашего счета каждый год также по всем движениям на на ваш банковский счет отправляет в испанскую налоговую службу испанская налоговая служба отправляет эту британскую налоговую службу соответственно все автоматический обмен работает примерно в таким образом при этом надо отметить что великобритания перестала отправлять информацию в россию и россия насколько мне известно перестала отправить информацию великобритании и добавил в битании в список стран которые дними обмениваются информации с великобритании ну два остальных способа это обмен информации по запросу в случае если ноговые службы осуществляют какой-либо доследственную проверку или уже возбудили дело об уклонении плате налогов они соответственно имеют право запросить данную информацию своих коллег других странах об этом я поговорю чуть позже всего в налоговой службе великобритании вопросом уклонения от уплаты налогов занимается четыре с половиной тысячи офицеров в 2019 году было собрано этой службой этим конкретным подразделением 5 миллиардов фунтов из офшорных источников было собрано порядка полмиллиарда и если говорить о штрафах то они тоже довольно сильно растут с 2017 по 19 год они выросли примерно два раза я имею ввиду объем собранных штрафов то есть они действительно начинают то есть скажем так увеличивают увеличивают активность довольно сильно также не надо забывать что цель налоговой службы это увеличить выручку увеличить собираемость налогов у них нет цели достичь универсального универсальной справедливости для всех у них абсолютно стоят четкие финансовые показатели сколько они должны собрать соответственно чем больше они собирают тем больше чем следующем году дают финансирование их новых проектов и так далее я уже сказал но скажу еще раз что великобритании существует уголовная ответственность для банкиров налоговых советников и бухгалтеров за то что они не отправили отчет о подозрительной активности в отношении клиента если у них были на то основания по поводу сроков давности тоже хотелось хочу вам дополнительно рассказать интересно срок давности по налоговым правонарушениям великобритании составляет 20 лет при этом если это были умышленные действия если это было халатность то это 6 лет если были допустимые ошибки то это порядка это четыре года если в каком-либо расследовании участвуют офшорные юрисдикции под офшорными юрисдикциями я имею ввиду не классический офшор а любые другие юрисдикции которые не связаны с великобританией или ченнел айлэнд айлэм а джерси герси а это составляет 12 лет срок давности по поводу on explain wealth order данное законодательство было принято в 2017 году это законодательство оно основано на гражданской правовой процедуре по сути она говорит о том что любой актив расположенный как великобритании так и вне пределов великобритании стоимостью свыше 50 тысяч фунтов стерлингов а может быть подвергнут скажем так может быть может быть подвергнут расследованию со стороны четыре со стороны пяти фискальных органов великобритании первое это cps это crown prosecution service 2-ой the tmrc налоговая служба 3-е это nca national crime agency 4 это fca financial conduct authority и 5 это ssfo serious fraud office эти 5 агентств государственных имеют право обратиться высокий суд лондона в отношении любого актива который находится не только великобритании но и по сути в любой стране запросить высокого суда специальное расследование на в отношении данного актива каким образом данный актив был приобретен на какие средства был приобретенных владельцем как я уже сказал о о о данного законодательства экстерриториальный подход то есть если эти 5 и государственных агентств смогут убедить суд в том что владелец этого актива так или иначе имел отношение к великобритании или деньги средства на которые этот актив был приобретен в великобритании пробыл были 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 перечислены с территории или через территорию великобритании это значит что великобритания имеет юрисдикцию расследовать призем происхождение денежных средств на которые был данный актив но пока что ни одного расследования в отношении актива который находится вне пределов в великобритании не было пока что все дома и инвестиционные портфолио в отношении которых был сделан был запрошен данный эксперт его фода они все пока находятся великобритании то есть пока не хватает наверное сил или средств охотиться за чем-то что расположено вне пределов страны а значит эти 5 агент сделают специальный запрос что у господина такого-то находится такой-то актив в собственности а пожалуйста покажите каким образом и на что вы его приобрели эта процедура специально была сделана в рамках гражданского гражданская процедура не уголовная потому что здесь в данном случае поскольку это гражданская процедура закон написан таким образом что бремя доказывания перекладывается на владельца актива в уголовном праве как известно это будет претворечить основным доктринам и базовым понятиям в уголовном праве то есть вы не должны доказывать что вы этого не сделали это следствие должно доказать что вы это сделали соответственно unexplainable of order он переворачивает время доказывания на человека на владельца актива который находится под собой если человек не сможет доказать и показать каким образом на какие средства был приобретен тот или иной актив этот конфискуется в пользу короны как правило весь процесс этот занимает от 1 до 2 лет он довольно дорогостоящ скажем вот 8 апреля этого года впервые высокий суд лондона отменил отказал национальным криминальному агентству в конфискации имущества это был кейс связанный с семьей на рсултана назарбаева не смогли доказать инсей что средства который был приобретен дом являются нажитыми незаконным путем немного про мои кейсы которые 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 у нас были в прошлом если сейчас позволит система я попробую расшарить вам значит что произошло игорь переключилось окно вам нужно вернуть сюда сейчас видно да окей что произошло произошло следующие есть oil trader 1 компания которая торгует нефтепродуктами которая продает нефтепродукты oil trader 2 нефтетрейдер номер 2 который в свою очередь продает нефтепродукты дальнейшем крупным офтейкер крупным нефтяным компаниям мировым в контракте который был заключен между трейдером 1 и трейдер 1 и трейдер 2 был прописан имейл на который через который стороны должны обмениваться информации этот имейл находился на сервисе google то есть что-то что-то от gmail.com налоговая служба в одной из странах снг изучая данный контракт усомнилась в том что этот gmail аккаунт что этот ящик почтовый ящик контролируется трейдером 2 они решили что что трейдер 1 и трейдер 2 они управляются одним 1 одной группы лиц соответственно налоговая служба что сделала они обратились в налоговую службу сша вашингтон с требованием раскрыть данные информацию содержащиеся в этом почтовом ящике ящики джимейла налоговая служба сша обратилась в федеральная налоговую службу сша вашингтоне обратилась в налоговую службу штата калифорния где находится зарегистрирован google и google получил уведомление о необходимости раскрыть данную информацию время на реакцию у было порядка 15 дней это в соответствии с законодательством штата калифорнии когда налоговая служба запрашивает данную информацию соответственно клиент наш клиент обратился к нам с этим нефтяная компания номер 2 вот пожалуйста oil trader 2 обратились к нам с вопросом что им делать они получили от джимейла вот такой вот запрос что к ним обратилась IRS налоговой службы сша с раскрытием данной информации мы соответственно челя протестовывать это сначала мы стали до протестовывать в окружном суде округа сан-франциско потом мы мы проиграли там потом мы пошли протестовывать в 9 окружной суд по округу северной калифорнии там мы также к сожалению проиграли и после этого мы пошли протестовывать это в верховный суд сша верховный суд сша не принял наш иск и сообщил о том что ну в соответствии с это законодательством сначала мы попросились по 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 судам округа по сан-франциско и северной калифорнии потом соответственно уже пошли в верховный суд потому что это была последняя инстанция а там мы наш наш иск не приняли и информацию в итоге о содержимое ящика джимейл была передана от google в IRS в налоговую службу сша и налоговая служба сша передала данную информацию в налоговому органу одной страны снг которая делала которая собственно осуществляла данную проверку о чем этот кейс может наглядно нам рассказать он может рассказать о том что в принципе если вы используете почтовые ящики gmail не почтовые ящики расположенные территории соединенных штатов при подобном запросе вся информация будет предоставлена судебные дела на судебные дела мы потратили порядка двух с половиной лет надо заметить что данная информация была доставлена не в рамках уголовного расследования данная информация была предоставлена в рамках проверки о трансферном ценообразовании еще интересный случай наш клиент нефтяная компания которая занималась тем что помимо продажи нефтепродуктов не хеджировали риски из-за постоянного полюбания цен на нефтепродукт они хеджировали риски в одном из крупнейших мировых брокеров который находился в лондонском сити однажды мы узнаем что брокера арестовали буквально на торговой площадке надели на него наручники и вывели произошло в феврале 2016 года был довольно громкий случай об этом писали financial times bloomberg и другие газеты арестованный брокер управлял портфолио порядка 25 миллионов долларов у него были открыты позиции на производные финансовые инструменты по сырьевой биржи по нефтяной по нефтяным контракт что что произошло произошло следующее данный брокер который работал в физическое лицо работал брокер в компании совершал сделки и и при этом делал таким образом что между между контрагентом 1 и контрагентом 2 он вставлял отдельного контрагента на котором он добавлял примерно по одному 2 цента за одну тонну нефтепродукта таким образом за период с 2013 года по 2016 год на данной компании было осело порядка 74 миллионов долларов там один два цента на на тонну нефти то есть соответственно за 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 3-4 года примерно такая сумма выбирается что сделала полиция лондона полиция лондона увидев что большинство клиентов данного брокера это российской нефтяной компании и произошло это в 2016 году полиция лондона решила что это какое-то отмывание денежных средств российскими олигархами и это связано с высшей политической элитой с руководством российской федерации там в в их заключении было написано очень много политически мотивированного текста нам у нас это заняло порядка 18 18 месяцев сделать judicial review действий полиции лондона вернуть эти деньги владельцам их законно владельцам нефтяным компаниям соответственно данном случае данный случай наглядно показывает что иногда правоохранительные органы не разбираются на самом деле в ситуации они просто накладывают арест арестовывать средства средства громко об этом заявляют в прессе а сил или знаний умений или желания разбираться в существе вопроса у них нет то есть благодаря джидиши мы забрали назад порядка 22 миллионов и плюс там забрали некоторые покрыли некоторые издержки на суд но сто процентов издержек не смогли буквально у меня осталось буквально пять минут у меня в 16.30 будет звонок вот последний последний кейс если вам интересно могу рассказать про запрос информации из швейцарского швейцарских банков опять же ситуация следующая в снг находится компания которая нефти 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 производить нефти производящая компания поставляет нефть в швейцарию трейдеру который расположен в женеве соответственно данный трейдер уже после этого распространяет данную продает данную нефть уже крупным мировым автейкером крупным нефтяным компаниям что произошло в данном случае налоговая служба из страны снг решила уточнить что то есть у них возникли вопросы в отношении данного трейдера который находится в женеве трейдер не имеет никакого отношения к стране происхождения нефти он управляется соответственно это совершенно отдельный бизнес единственное что его связывает с производителями все это договорные отношения на поставки нефтепродуктов танкерами через черное и балтийское море налоговая служба стране снг обратилась в федеральную налоговую службу в швейцарии с запросом о раскрытии всех банковских банковских выписок за там это было пару лет за два года за два финансового года о раскрытии движений по банковским счетам данного трейдера расположенного в женеве как вы понимаете налоговая служба расположенная в стране в стране снг не имеет юрисдикции на над юрлицом не имеет нему не может скажем так приказать приказном порядке получить информацию от юридического лица который расположены действует по законам швейцарской конфедерации антони в женеве соответственно каким образом они попытались получить информацию они обратились швейцарскую налоговую службу швейцарская налоговая служба обратилась в во все банки где у данного трейдера открыты счета с требованием предоставить полную информацию по движению по банковским счетам по закону в швейцарии время на предоставление данной информации составляет 10 дней что соответственно сделали мы у нас было три три варианта первое это не делать ничего соответственно данная информация будет предоставлена в швейцарскую новую службу швейцарская налоговая служба предоставит данную информацию новую службу из запроса страны второй вариант это вступить в переговоры с швейцарской новой службы и третье это начать административный процесс судебный процесс о незаконности данного данного запроса поскольку налоговая служба из третьей страны не имеет права получать информацию от швейцарского бизнеса не имея на то каких-либо законных оснований чем вопрос закончился вопрос решился вопрос решился опции 2 мы обратились в швейцарскую налоговую службу сообщили о том что у клиента данной компании является согласно подписан соглашение о неразглашении что это коммерческая тайна и они не могут показывать всего все свою всю свою деятельность всем своим банковским счетам какой-то третьей стороне налоговой службы из страны которая не имеет офицарии никакого отношения даже несмотря что у данный налоговый что у данного швейцарского трейдера есть договорные отношения с они получают по сути нефть от нефти нефти производителя расположенного в стране где зарегистрированы где находится данная новость в итоге вопрос мы решили следующим образом мы предоставили банковские выписки но только в отношении тех транзакций которые были совершены с данным нефтепроизводителя все остальные транзакции с другими нефтяными компаниями транзакции по выплате дивидендов например от данной данного нефти производителя данного нефти трейдера в налоговую службу которая сделала запрос предоставили не судиться швейцарская налоговая служба также не захотела потому что они в общем-то приняли нашу сторону решили что действительно зачем налоговой службы третьей стране информация а полная информация о финансовой деятельности трейдеры который находится в швейцарии но опять же хочу сказать что если бы мы не вмешались не факт что швейцарская налоговая служба по своему усмотрению закрыла не предоставила данную информацию возможно они просто предоставили чистую все банковские выписки и все 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 данные которые 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 были предоставлены банк это к вопросу о банковской тайне в швейцарии но к сожалению я вынужден закончить мне еще есть текущие кейсы и прошлые кейсы по поводу расследований в великобритании и в евросоюзе но к сожалению мне сейчас будет звонок наверное в следующий раз